Кошка, которая жила на вершине мира, считала, что это она создает закаты. Верила, что квартира Бога это ее квартира, а все остальные хоть в чем-то да виноваты перед ее высочеством, кошкой Бога. Поэтому Бог ложился, она вставала и каждому человеку, пускай немного, напортила жизнь. Устраивала скандалы, стихийные бедствия, экологические катастрофы, творила вселенский хаос в какой-нибудь точке мира. Одного из евреев по дурости довела до Голгофы, взорвала что-то чертовски опасное близ Алжира. Ну а потом залезала ногу под одеяло, будто там и была, чем прям-таки крайне рада. И настолько нежно на ушко ему ручало, что Бог не решался сослать ее в недра ада. Бог просыпался, натощак выкуривал сигарету, пытался вспомнить, а был ли на карте мира, допустим, Алжир. Потому что сейчас его типа нет. А кошка такая, не было там никакого Алжира. Я чтоб ты знал, падших ангелов истребляла, вот сам подумай, на кой черт мне твоя афра-арабы. Уж как я тебя люблю, а все тебе, боже, мало, не бережешь ты меня, не ценишь, хоть и порабы. А Бог психует, кричит, как это не было, блин, Алжира. На кухне стоял между раковиной и банкой с квасом. Я его лично туда поставил, это моя квартира. И все это с таким недовольством, с агрессией, басом. Кошка, понятное дело, обиделась. На стола на трою. Бог понимает, что прав, но чувствует себя виноватым. Не обижайся, шепчет. Я завтра новый Алжир построю. Потому что это вовсе не я, а ты создаешь закаты. Кто его знает, может, и вправду не было там Алжира. Здесь такой беспорядок. Бардак размывает суши. И думает кошка, которая живет на вершине мира. Еще раз накажешь. Я тебе, Бог Карфаген, разрушу. Спасибо. Спасибо.